815 день войны. Взрыв прогремел в военной академии Санкт-Петербурга. Есть пострадавшие, возможно погибшие. Поначалу сообщалось, что речь идет о прилете беспилотника, но затем стало известно, что там разорвался снаряд. Подробности через минуту. Самая массовая атака беспилотников привела к поражению нефтебаз и нефтеперерабатывающего завода. Также, судя по всему, результатом стали серьезные разрушения порту Новороссийска. Неделю назад началось российское наступление на Харьковскую область. Войска РФ захватили несколько пограничных сел и сейчас ведут бои на окраинах Волчанска и Липцев. До первой линии обороны Украины российские солдаты пока не дошли. Что можно сказать спустя неделю? Можно ли считать российскую атаку успешной? Чего ждать дальше? Об этом ближе к середине выпуска. Майкл Коффман и Роберт Ли написали колонку для Нью-Йорк Таймс, которые обозначили, что окно возможностей для России в этом году закроется. Главные военные аналитики мира пишут, что если Украина сможет продержаться до 2025 года, то ситуация в войне сильно изменится. Об этом и многом другом в свежей не сводке. Вы можете поддержать ее вашим лайком, комментарием, подпиской на канал. Ну и, естественно, поддержать канал. Финансовая ссылка на Патреон будет в описании. Переходите, становитесь патроном канала. Итак, взрыв военной академии Петербурга. База пишет, что взрыв произошел в академии связи имени Буденова на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге. Пострадали, по их данным, 7 человек. Гроза публикует видео очевидцев у военной академии связи в Санкт-Петербурге, где предположительно и произошел взрыв. По предварительным данным, от взрыва в здании военной академии пострадали 8 человек, уже больше, чем у базы. У двух человек тяжелые ранения. Причиной взрыва мог быть учебный боеприпас, разорвавшийся в подвале академии. По другой информации, взрывное устройство находилось в мусорном баке. На видео с территории академии выносят раненых, как вы можете заметить. В администрации Калининского района Петербурга официально подтвердили информацию о взрыве в военной академии имени Буденова. При этом в Ленинградском военном округе заявили, что из-за взрыва на хозяйственной территории военной академии связи пострадали 7 военных, то есть, как писала база. Они в сознании доставлены в военно-медицинскую академию. По данным пресс-службы военного округа, причиной взрыва стал боеприпас времен Великой Отечественной войны. Происшествия в академии связи имени Буденова не носят террористического характера, сказал губернатор Петербурга Александр Беглов. Информация об атаке беспилотника не подтвердилась. Надо сказать, что оказалось, что у меня есть какое-то количество подписчиков, которые оттуда, либо которые уже выпускники, либо которые учатся прямо там. Несколько человек не сразу написало о том, что произошло. Значит, речь идет действительно о снаряде времен Великой Отечественной войны. Куда-то его переносили, то ли в музей, то ли из музея. И вот он рванул. При этом мои, по моим данным, там есть и погибшие, не только раненые. Но, опять же, поскольку информацию источников я всегда призываю не доверять, и моим в том числе, поэтому просто отметим здесь схождение версий. Ну, я для себя отмечаю, да, и публичные версии, и, собственно, версии людей, которые там вот очевидцы событий. Мы будем ждать информации по поводу того, значит, есть ли погибшие или нет. Еще раз напомню, что взаимодействие с российскими военными, военной академией, военные объекты, военные, значит, какие-то предприятия несут угрозу. А что касается вот таких самоподрывов, то тут тоже надо понимать, что это тоже прямое следствие. Ну, хотя, скорее, косвенное. История сейчас в том, что сосредоточение российских сил направлено именно на ведение войны. То есть, очень много оружия, очень много боеприпасов, очень много всего. Меньше внимания техники безопасности, меньше внимания протоколам. И поэтому, конечно, чрезвычайные ситуации в том числе могут случаться гораздо в большем количестве, гораздо чаще. Еще одно специфическое сообщение. ФСБ убило военного Российской Федерации. Силовики считали его пособником исландского государства. Об этом сообщает Астра. Ночью на 16 мая якобы подчеркесском сотрудники ФСБ убили 25-летнего Илью Бакланова, военнослужащего военной части 093-32, 7-й военной базы, дисфоцируется на территории оккупированной Абхазии. Подробности задержания неизвестны, однако по информации источника Астра наверх, оперативники рапортовали о том, что Бакланов планировал некий теракт против силовиков. ФСБ отчиталось, что Бакланов при задержании оказал сопротивление, развязалась перестрелка, в которой он получил ранения, от которых скончался на месте. На месте происшествия ФСБ обнаружили схрон с автоматом Калашникова и самодельной бомбой, сообщает Астра. Такая довольно загадочная история, которая пока нигде не прервалась, но посмотрим, выйдет ли она в паблик и что станет подробно известно. Действительно ли это какие-то люди внутри военных, внутри российской армии, которые готовятся совершать какие-то теракты, или же это просто какие-то очередные разборки, дедовщины и прочее, которые решили повесить на такую удобную якобы террористическую угрозу. Как вы помните, вчера была, вероятно, самая крупная атака украинских БПЛА по объектам на территории России за все время войны. Только Министерство обороны сообщало о том, что летело более ста дронов, что сбито более ста дронов. Ну, как сбивают российские военные, мы с вами знаем. Сбивают обычно теми самыми объектами, в которые целятся эти самые беспилотники. Но вот что можно сказать на данный момент по тому, какой урон был нанесен и, значит, что происходило. Ну, во-первых, Новороссийска, по нему пролетело очень много дронов, особенно по порту Новороссийска и по окрестностям. Мешанные жители насчитали довольно много десятки взрывов, там разные цифры называются, больше 20, больше 30, больше 40. Пока точно поражены, по данным Астра, НЗТ резервуары с топливом, импорт Пищпром резервуары с топливом, нефтебаза Газпрома, Кирилловка, нефтебаза Транснефти, Грушевая Балка. Что касается других объектов и направлений, это Туапсинский НПЗ. Мы уже с вами на него натыкались раньше. Было несколько прилетов. Судя по видео, горела одна из установок по переработке нефти. Надо сказать, что Туапсинский НПЗ, конечно, всех немножко поразил, потому что там вообще средь бела дня никто не пытается, ну как средь бела дня, да, рано утром, но никто не пытается не сбивать ничего, просто спокойненько себе эти лютые, а это сбивается все, не сбивается. Эти беспилотники, которые используются для удара по НПЗ, это лютые. Я надеюсь, что я про них уже расскажу вам в какой-то веке. Я говорю, я постоянно пытаюсь сделать материал про эти атаки по нефтеперерабатывающим заводам и по топливной инфраструктуре в целом, включая, что это за дроны, как они летают, значит, как они все это поражают, в чем глобальный замочил, получается или нет. Но каждый раз, типа, появляется какая-то новая обновленная информация. Не знаю, надеюсь, сделаю все-таки, хотя я думаю, что вы уже и лучше меня во всем этим разбирайтесь, те, кому было интересно, потому что материалов на эту тему довольно много уже выходило. Это уже второй прилет по Туапсинскому НПЗ. Первый был в январе, как вы можете помнить. И атака украинских беспилотников на этот нефтеперерабатывающий завод в Туапсе привела к экстренной остановке предприятия, об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники знакомой ситуации. По словам одного из них, беспилотники поразили установку по производству жиженого углеводородного газа. Черного дыба во время пожара не было, это значит, что горел только газ, сказал источник. Рейтер вообще довольно пристально следит именно за темой атаки Украины по топливной инфраструктуре, считает и, значит, насколько снижаются российские производства. Вот на данный момент, насколько я помню, они оценивают снижение в 14%, что привело к росту оптовых цен на бензин от 20 до 30%. Собственно, Украина продолжает бить по НПЗ, как мы видим, добавляет к этому еще удары по нефтебазам, и это имеет эффект и будет иметь еще больший эффект, на мой взгляд, и на взгляд специалистов. Ну, с Миловым тоже обсудим, безусловно, эту тему вот в ближайшей экономической сводке. Также были прилеты в Севастополе, остановленная работа подстанции, в городе были точечные отключения электричества. Что касается беспилотников, отдельно на себя обращают еще внимание морские беспилотники, так называемые «бэки», безэкипажные корабли или катера. Что интересного, значит, вновь появились обломки такого катера с авиационной ракетой «Воздух-воздух» Р-73. Точнее, вновь появились остатками ракеты, а Р-73 мы в первый раз видим на этих «бэках». И, значит, вот его, насколько я понял из адканалов, его вытащили на берег, чтобы как раз рассмотреть, ознакомиться. Значит, пока мы не видели истории, когда этим «бэкам» удавалось бы сбивать вертолеты, в чем тут может быть дело? Значит, как это описывают? Короче, для того, чтобы «бэк» смог эффективно выпустить эту ракету, у которой дальность от 20 до 40 километров, значит, нужно, чтобы «бэк» был по направлению объекта. Ну, то есть, если вертолет, а там вертолетами в основном сбиваются, если вертолет заходит справа, слева, сзади, то у «бэка» нет возможности его поразить вот этой самой ракетой. Ну, я надеюсь, что в обозримом будущем мы все-таки увидим эффективное применение этой технологии, потому что, действительно, «бэки», которые будут защищены от воздуха, будут намного эффективнее. Ну, вот этот раз мы не увидели, чтобы «бэки» достигли каких-то серьезных целей, хотя еще посмотрим, конечно, но, по сути своей, у них там большого количества целей-то и не осталось, потому что все корабли увели в другие точки, в том числе в Новороссийск, по которому бьют уже, собственно, беспилотниками, которые летают, а не которые, как это, плавают. Я не знаю, кстати, но если корабли не плавают, а ходят, касается ли это без экипажных катеров? Напишите в комментариях, что думаете. Ходят ли «бэки» или плавают ли «бэки»? Ну, в общем, вопрос пока открытый. Что касается еще украинских ударов, то подтвердилась информация по удачному удару по секретной базе на горе Айпетре. Кстати, помню, с походами туда ходил когда-то. И мы, кстати, я помню, когда мы ходили с походами в лицее, это было еще до того, как Россия аннексировала Крым. Я учился в лицее, где у нас было довольно много походов. И вот мы часто ездили в Крым в пешие походы. Я помню, как мы там что-то, значит, ходили и видели всякие базы военные. Но такие, то ли заброшенные, то ли полузаброшенные. То есть ржавая техника стояла и все такое. Вот тогда было довольно интересно. Ну, что-то я придался воспоминаниям, не обращайте внимания. Короче, в аннексированной Алуште похоронили российского военного подполковника Александра Кулакова, который погиб во время ракетного удара 13 мая. Он был командиром секретной базы ПВО той самой. Глава администрации аннексированной Алушты Галина Огнева опубликовала «Некролог». Ранее, напомню, автор писала, что Кулаков был командиром воинской части 85-683 секретной военной базы ПВО 3-го радиотехнического полка ВСРФ на Айпетре. Российские власти официально об ударе по этой воинской части не сообщали. При этом Минобороны России подтверждал ракетную атаку 13 мая, заявив, что над аннексированным Крымом были сбиты 4 ракеты «Штормшедо» и 7 беспилотников. Кроме Кулакова, при атаке погиб еще один военный и были ранены. Ну, то есть, видите, как всегда, у российского Минобороны абсолютно все сбито. Только вот на практике оказывается, что сбивают иногда даже непосредственно люди своими лицами. В общем, хороший, что называется, фраг. Действительно, командир части был уничтожен. И техника, я уверен, там пожгли немало этими ракетами. Украина продолжает активно и успешно наносить удары по Крыму, накрывая российскую систему ПВО, накрывая российскую логистику. И надеюсь, что дальше это даст свои еще большие плоды. Ну, теперь перейдем к линии фронта. Безусловно, минувшая неделя прошла под знаком российской атаки на Харьковскую область. И, естественно, это было главной темой. И такой главной темой Шрёдингера немножко, на самом деле. Потому что, как вы знаете, есть, я бы сказал, две радикальные такие позиции. Первая, что караул, караул все плохо, Россия там продвигается. Там, значит, и вот сейчас Харьков захватят, и вообще все хреново. И вторая, что ничего существенного не происходит, что у России нет ни возможности, ни сил для того, чтобы глубоко туда впиться. А более того, украинская линия обороны находится дальше. Поэтому никакого повода для паники нет и прочее, и прочее. Сегодня и сейчас, собственно, сверим с вами часы на тему того, что сейчас происходит в Харьковской области. Действительно ли там серьезные продвижения у российской стороны. Как себя чувствуют российские войска. Что с ними будет происходить в ближайшее время. Сейчас мы со всем этим попробуем с вами разобраться. На конкретно тех данных, которые публикуют участники событий или военной аналитики. Телеграм-канал «Быть или» приводит, значит, карту, которую делает волонтер ПРПТВА, который еще и подсчитывает потери. На Волчанском направлении за последние сутки изменений не было. Как и прежде, идут уличные бои в северной части города. Не прекращаются попытки оккупантов перерезать дорогу с запада. То есть российские войска пытаются продолжать наступать в Волчанске. Я напомню, что они там находятся на его окраинах. Периодически пытаются заходить то в центр, то еще куда-нибудь. И там их, соответственно, украинская армия разматывает. Но вот в направлении Липцев оккупанты продвинулись на 3,5 километра вдоль речки Липец. Изменения здесь зафиксированы впервые за трое суток. Фактически серая зона сейчас простреляется до окраин непосредственно Липцев. Зеленский, отвечая на вопрос журналистов касательно Харьковской области, говорил, что самая глубокая точка продвижения оккупантов на Харьковщине – это 10 километров. Скорее всего, он имел в виду именно направление Липцев. Это единственный участок, где оккупанты продвинулись на 10 километров с учетом серой зоны. На других участках продвижение составляет до 7 километров, в самом Волчанске – до 6, если мерить от границы. Собственно, такая ситуация, наверное, сохраняется на протяжении последних двух-трех дней. Ну вот кроме вот этого прохода к Липцам, точнее, вы меня поправляете все время, возможно, я опять говорю неправильно, значит, с точки зрения ударения. Что касается Волчанска, то вот когда они подошли, там продолжаются бои. То есть мы видели, как в первые дни в Харьковской области зашли российские войска, как они заняли приграничные села, потому что там и не было линии обороны, потому что ее там невозможно строить, постоянно обстрелы российские, постоянно российские атаки. Поэтому они просто прошли вот эту вот, считайте, серую зону, встречая не самое большое сопротивление, однако неся достаточно существенные потери из-за FPV-дронов и возможностей, которые есть у Украины. И вот они дошли до некоторых точек, где уже есть укрепление, это как раз Липцы, это Волчанск. И вот там немножечко встряли, как бы, и пока особо вперед не идут. И, ну, если мы говорим про Волчанск, да, если мы говорим про Липцы, вот они вот только-только до Липцев дошли, и сейчас, значит, будут навязывать бои. Что касается потерь, они довольно высокие, об этом свидетельствуют прямые и косвенные признаки. Прямые — это, собственно, данные объективного контроля, которые показывают, как вот целыми подразделениями там, значит, стирается все с лица земли. Любая техника российская, которая заходит на территорию Харьковской области, довольно быстро уничтожается. Если мы говорим про косвенные признаки, то довольно много сообщений о большом количестве, так сказать, раненых, которые поступают, и о большом количестве трупов, которые никто не собирает. Что вообще происходит с российской логистикой? В чем проблема основная сейчас у России в Харьковской области? Об этом пишет украинский логист Роман Доник. Вот что он публикует у себя в Телеграме. Россияне замедлили движение, потому что у них тупо *** с логистикой. Вся техника и транспорт, пытавшиеся подъехать ближе к линии боев, уничтожалось почти мгновенно. Потому все на себе, все на горбу. Много километров. Раненых эвакуировать, запасы БК, все сложно. Они раненых не вывозят, нечем. Плотность расчетов дронов с нашей стороны была огромна. Даже больше. Сначала россияне выносили кабом и фабом все постройки, где могли на высотах быть пилоты. Сейчас россияне тянут средства рэп отовсюду. Вопрос в нескольких дней, когда они закроют почти полностью диапазоны. Затем начнут выстраивать логистику. Тогда будет труднее, пишет Роман Доник. Ну то есть у России сейчас есть проблема с именно техникой, потому что технику не удается туда завести. Как только они подводят ее к границам чуть дальше, значит ее тут же начинают уничтожать. Некоторые счастливчики. Там отдельный танк доезжал до Волчанска и уничтожен был уже там. Но в целом у России не удается выстроить такое логистическое плечо, которое позволило бы довольно эффективно продвигаться в Харьковской области. То есть да, с точки зрения того, что вот там Белгородская область, да, вот там довольно эффективно они все подводят, все приводят. Но дальше, когда начинают заходить на украинскую территорию, все довольно быстро уничтожается. Такие проблемы у россиян подтверждает и канал украинского военного «Офицер», кстати, которому с помощью вас, дорогие подписчики, ну те, кто подписан на Телеграм-канал, Телеграм-канал накипело, это мой Телеграм-канал. У меня по-разному бывает иногда прям периоды сильного затишья, потому что я не очень люблю писать. Ну знаете, есть люди, которые хорошо говорят, плохо пишут, которые хорошо пишут и плохо говорят. Вот, я безусловно отношусь к первому варианту, без ложной скромности, так сказать, хотя, может быть, не так уж хорошо говорю, но, короче, пишу гораздо хуже. Вот, но, тем не менее, иногда там что-то появляется, вот там сбор публиковали, мы довольно быстро удалось его собрать, не только нашими усилиями, но, безусловно, и теми другими каналами, которые это поддержали. В общем, спасибо всем большое. Так вот, что пишет офицер. Россияне не спешат закрепляться в Волчанске, не оборудуют позиции. Под их контролем только северная часть города, и они смело туда катают на быстро обнуляющихся гравизовиках и буханках. По бронетехнике они вообще не спешат ее активно применять после двух подбитых танчиков, пишет офицер. Что касается российского первоначального наступления, интересная информация появилась от Washington Post. Они пишут, что перед началом российского наступления в Харьков терминалы Starlink, которые используются в СУ, вышли из строя. Терминалы спутниковой связи Starlink, которые используют военнослужащие ВСУ, по всей линии фронта, вышли из строя незадолго до начала российского наступления на Харьков. Они пишут об этом со ссылкой на украинских военных. Так, военнослужащие 125-й бригады территориальной обороны, которые с помощью дронов следили за передвижением российских войск, сообщили, что утром 10 мая трансляции с дронов просто прервались из-за радиоэлектронных помех со стороны России. «В какой-то момент мы оказались полностью слепы», — сказал командир отряда БПЛА с позывным «Артист». По его словам, связь с дронами просто пропала. «Это была самая большая проблема. Мы не видели, как они двигались. Мы поддерживали связь с помощью радио или телефонов, где они еще работали», — пояснил военный. Издание пишет, что подобный сбой в работе Starlink произошел впервые с начала войны. Издание Moscow Times отмечает, что на работу системы спутниковой связи также могла повлиять сильнейшая геомагнитная буря, которая началась 10 мая. На следующий день основатель SpaceX Илон Маск написал, что спутники Starlink оказались под сильным давлением. Но что именно он подразумевает под давлением, он не указал. Наверное, был занят, писал, какой великий Путин полководец. Значит, ситуация не очень хорошая, потому что действительно связь — это одно из преимуществ Украины. Украины преимущество, по большому счету, три — связь, разведка и мотивация. Да, есть еще там разные виды вооружений и все прочее, но вот это три основных, как по мне. И, конечно, связь в этом смысле довольно печальная история. Нужно выяснить, действительно ли у россиян есть какая-то возможность хотя бы на время ослепить все украинские дроны. И что это за возможность, как ее блокировать и так далее. Потому что, действительно, это сильно неприятно, когда вы в современной войне теряете просто визуальный контакт и не понимаете, пошли там войска, не пошли там войска, куда они пошли. Сбросы нельзя сделать, в певедронами нельзя пролететь и так далее. Ну, в общем, посмотрим, ждем разбирательства на эту тему. Еще один интересный пост написал Константин Машавец. И мне кажется, довольно характерный пост, потому что, ну, Машавец — это такой не очень шапкозакидательский аналитик, да. Он такой всегда спокойный, размеренный. Но здесь у него пост довольно, я бы сказал, такой оптимистичный. Назвал он его, ну или как начинает этот пост таким названием. Генерал Лапин — злой гений российской армии. Российское командование, пишет Машавец, рассчитывало, что ВСУ будут вынуждены задействовать на Харьковском операционном направлении значительную часть своих резервов. Некоторые из них надеялись, что даже из числа стратегических. А вот как получается. Россияне сами вынуждены тянуть туда собственные резервы с других операционных направлений, например, с Краматорского и Купинского, чтобы просто закрепиться на окраине Волчанской или прорваться в Липце. Об этом чуть позже. «Российское командование, похоже, решило поиграть в заранее проигрышную игру под названием «Мы знаем, что вы знаете, но мы не знаем, что вы еще знаете». «Первый раз вижу, чтобы планирование и организация ведения боевых действий, и, конечно, практическое применение войск, происходило на основе конспирологии». «Похоже, ПУЛО своими особенностями управления резко негативно влияет на умственные способности собственных генералов», — пишет Константин Машавец. Что он имеет в виду? Короче говоря, как вы помните, Руслан Левиев, и я с ним в этом согласен, предполагал, что вот эта идея с тем, что российские войска на Харьковском направлении должны оттянуть украинские войска, она немного порочна, потому что откуда войска у России-то дополнительные. То есть мы видим, вот неделю уже идет вот эта операция в Харьковской области, и, по идее, Россия там оттянула какие-то войска в СВУ. И, по идее, мы должны увидеть что? Мы должны, по идее, увидеть активизацию как раз на тех направлениях, с которых Россия хотела оттянуть войска украинские. Ну, то есть Донецкая область, например, да, в Деевское направление. То есть там мы должны увидеть какое-то серьезное усиление российских атак. Там российские атаки идут, они не прекращались, но просто теми же силами, что и велись ранее. И вот мы должны их увидеть, и это бы подтвердило, что да, цель была отвлечь внимание, чтобы больше там российских войск, российских резервов собрались силами и пошли, значит, на Донецком направлении. Но мы этого не видим. Почему? А потому что, а кто вам сказал, что у России-то есть эти резервы? Ну, то есть Россия буквально взяла группировку войск, тысяч в 30, 40, 50 человек, там разнятся оценки, и пошла на Харьковское направление. Довольно укрепленное, довольно серьезное. Некоторые говорят, что укреплений нет, но в Харьковской области это вообще большой скандал сейчас в украинском сегменте. И там действительно как будто бы есть проблема с определенными блиндажами, с определенными линиями обороны вот в предполье, то есть между первой линией обороны Украины и границей, вот там как будто есть проблема с укреплениями. Но дальше вот с первой линией обороны там все просто в бетоне в прямом смысле, и там не прорвешь, даже если очень постараешься, по крайней мере, такими силами, которые там представлены. Поэтому Россия еще не пришла к первой линии обороны украинской, и вряд ли как бы сможет ее прорвать. Ну то есть я очень сильно удивлюсь. Как вы помните, в моей там системе оценок, именно если Россия прорвет первую линию украинской обороны, это уже будет частичным успехом для российской группировки. На данный момент этого и близко нет, пока не застряли в Волчанске, и значит не факт, что куда-то там пойдут. Ну вот, в любом случае, значит, для того, чтобы это все делать, нужны ресурсы. И вот Россия тратит свои как раз резервы, ту самую пресловутую группировку Север, группировку Север. И более того, из-за того, что план опять не получился, потому что там, как всегда, был Волчанск за два дня, по крайней мере, об этом сообщают пленные, которых Украина активно берет в плен. Вот это вот все ни к чему не привело, ну то есть, типа, да, прошли пустые села и вот вышли к городам, вышли к городам, к небольшим городам, которые находятся перед линией обороны. И по итогу Россия вынуждена сама перекидывать туда резервы для того, чтобы усилить атаку. А в этой атаке еще проблема в том, что технику особенно не поиспользуешь, потому что, когда начинаешь использовать технику, ее уничтожают. Поэтому речь идет просто о пехоте, которая идет, идет, и у которой очень низкая выживаемость из-за того, что нет возможности эвакуировать с помощью техники. Короче говоря, по итогу получилось, что это Россия задействует свои резервы, Украина тоже, конечно, задействует. Но, в общем, вот этого эффекта не получилось. И на это и указывает Константин Машавец. Почему мнение Константина Машавца в этом смысле даже, возможно, более важно, чем мнение Руслана Левиева? Потому что Константин Машавец как раз предметно занимается тем, что он постоянно подсчитывает, где какая группировка, в каком количестве. То есть его посты невозможно вам приводить постоянно, потому что его посты, как правило, на 60% состоят из того, что вот там стоит такая-то бригада, внутри нее вот столько-то, только того-то, того-то, столько человек, столько единиц техники и так далее. Вот его полотна обычно вот так вот выглядят. И если он говорит, что Россия перекидывает резервы Скупинского и Краматорского направления, это означает, что, скорее всего, она перекидывает резервы Скупинского и Краматорского направления. А если Россия перекидывает свои резервы для того, чтобы усиливать наступление на Харьковскую область, это значит, план, ну, не сработал. Он, типа, наоборот, работает совершенно не так, как задумывался. Но еще раз, опять же, на Харьковском направлении ситуация сложная, битва тяжелая, Украина тоже несет потери. Но по-другому и быть не могло. И, наверное, не устану повторять, что это большая информационная, на мой взгляд, ошибка украинской стороны, что надо было до российского наступления описать, как оно будет выглядеть. Надо было сказать, что, друзья, значит, будет вот это наступление, оно не угрожает Харькову, при этом они все равно пройдут какое-то количество километров, потому что у нас там нет линии обороны, потому что ее невозможно строить. Как только ты приводишь туда эскаватор и еще что-нибудь, к нему тут же прилетают. И такие кадры публиковали как раз украинские военные, показывая, что там реально очень сложно строить линии обороны. К сожалению, эта работа проведена не было, из-за этого некоторые там впадают в истерику, что не очень правильно и не очень помогает. Но что поделать, что сделали, то сделали. По итогу, значит, у нас есть ситуация, где Россия задействует довольно большую группировку с не очень понятной целью, неся большие потери. И вот здесь мы переходим к ролику Дмитрия Апостола Карпенко. Это такой тоже украинский журналист, который работает вместе с Владимиром Золкиным. И он сделал такое разговорное видео, где поделился своим видением ситуации, которое, честно вам скажу, максимально близко к моему, потому что я много раз вам говорил, что в войне на истощение захват сел не очень важен. То есть в нормальной войне захват территорий важен, потому что речь идет о прорывах. То есть в нормальной войне речь идет о том, что одна страна пытается прорвать другую, и значит такими прорывами обуславливается продвижение и победа. Война на истощение, которая идет уже последний год-полтора в этой войне, это война, когда ни одна из сторон не может достичь существенного продвижения. Просто не хватает сил. Поэтому они начинают истощать силы друг друга. И вот здесь ситуативные, совершенно небольшие какие-то продвижения то одной, то другой страны не оказывают серьезного влияния. Последняя попытка перевести войну на истощение в войну обычную была Украина с ее наступлением. То есть если бы они действительно вышли к Бердянску, это бы серьезно изменилась ситуация. Однако это не получилось, к сожалению. Затем Россия попыталась свой прорыв осуществить на Авдеевском направлении. Да, они захватили Авдеевку, но не смогли прорвать дальше линию обороны Украины, выйти на оперативные просторы, тем самым перевести войну с войной на истощение снова в формат классической войны. Почему я так подробно на этом остановлюсь? Потому что в войне на истощение самое важное это не территории и вот там тяни толкай кровавый рядом с линией боевого соприкосновения, а как раз ресурсы. То есть чем больше вы убиваете и уничтожаете врага, тем лучше становятся ваши позиции. В момент, когда одна из сторон будет истощена настолько, что не сможет сопротивляться прорыву, другая сторона осуществляет прорыв и, соответственно, война сдвигается с мертвой кровавой точки. И вот, собственно, Дмитрий Апостол Карпенко поделился своим мнением на то, что происходит и в Харьковской области, и в целом в этой войне. И кратко и тезисно его высказывание разложил как раз телеграм-канал Бытили. Часто на него ссылаюсь, но просто это, мы не знакомы лично, но это канал и человек, который за ним стоит, который вот пристально следит за войной и агрегирует как раз информацию из разных источников. Поэтому могу порекомендовать. Довольно часто слежу по его каналу за различными историями. Итак, вот что Карпенко рассказывает про украинское информационное пространство, ситуацию на Харьковском направлении и стратегию войны в целом. Местами он говорит жестко и цинично, как отмечает и сам Бытили, но сейчас на такой этап войны, наверное, об этом нужно говорить. Но в целом, мне кажется, под жестко и цинично подразумевает, что мы, конечно, понимаем все с вами, что это чудовищная абсолютно война. И что, к сожалению, какие бы ни были дебильные планы у России, потому что я до сих пор настаиваю, что наступление в Харьковской области дебильное, ну то есть с точки зрения военно-стратегической, это просто дебилизм полнейший. Генерал Лапин абсолютно в своем репертуаре. Но это все равно приводит к смертям украинских военных, все равно приходит к тому, что людям приходится эвакуироваться из их домов, из их городов. И это чудовищно, и как бы ничто не сможет этого никогда перекрыть. Но если мы это хотим анализировать с точки зрения военной, понимая, куда это выглядит и какие действия нужны, то вот это придется оставить за скобками, да, вот этот эмоциональный фон. Итак, в украинском информационном пространстве, говорит Карпенко, полный трэш. Когда зрада, то сейчас чуть ли не Киев возьмут, а когда перемога, то почему силы обороны Украины до сих пор не под Владивостоком? Но так же не бывает, отмечает он. Нужно понимать, что после проигранного первого этапа войны Россия адаптировалась и изменила тактику. Не растянутые колонны, а постепенное продавливание силы обороны Украины за счет большого количества техники и местных штурмов. Они продавливают на гольфкарах, на мотоциклах, старых танках, мотолыгах, которые вообще для этого не предназначены. Сила обороны Украины не успевают ротировать войска, пополнять позиции, а со стороны России идет бесконечное давление. Но битвы выигрывают армии, а войны логистика, и с этой точки зрения Харьков это еще одно направление для вооруженных сил Российской Федерации. Туда стянули целый корпус, который мог бы использоваться на Донецком направлении или на юге. Они растягивают свою логистику, это подвоз боекомплекта, провизии и т.д. Это то, о чем как раз вот Доник еще говорил, как вы помните, которого мы уже с вами обсуждали. Переживать насчет взятия Харькова не нужно. Да, Россия собрала 50-тысячную группировку, это много, давайте называйте вещи своими именами, но этого недостаточно для взятия города. Об этом много сказано. На один бахмут оккупанты положили 30-40 тысяч погибших, под 100 тысяч с учетом раненых. Отсюда вопрос, для чего это делается? Чтобы создать так называемую санитарную зону? То, что царь им повелел? Типа якобы прекратятся обстрелы Белгорода? Стоит ли это того, чтобы положить на это тысячи солдат? К сожалению, украинские защитники тоже погибают, отражая это наступление. Но что в итоге получается? С российской стороны буферная зона с множеством потерь. Отсеть украинские города откуда-то у них не получается. С украинской стороны потери населенных пунктов. Это плохо, но сейчас на кону стоят не села. Украина сейчас воюет за свое существование. И вопрос один. Будет Украина или не будет Украины? Нужно быть цинниками на данном этапе. Задача номер один для Украины не деоккупация и даже не удержание территории любой ценой. Задача обескровить их армию, даже если при этом придется уходить из некоторых населенных пунктов. Это не перемога. И это не может звучать переможно. Говорить о контрнаступлении это все фигня. Нужно готовиться к длинной оборонительной войне. С этой точки зрения, чем больше у России будет бессмысленных наступлений, тем лучше. Нужно говорить, что Украина сейчас занимается обороной. Это не перемога. Но я за то, чтобы отдать населенный пункт, если они потеряют на него 100 единиц техники и 5 батальонов. А мы при этом не потратили ни одного солдата. И это не зрада. Кстати, с некоторыми населенными пунктами такое уже было. Они туда заходят. Там никого нет. Украинская арта их разваливает. Эта стратегия позволила бы Украине собирать оружие от партнеров, пока противник стачивал бы резервы. Это должно вызывать у них внутренний дисбаланс. Зачем мы лезем куда-то, где мы не можем выиграть через 2-3 недели, будет легко ответить на вопрос, во что им обошлась серая зона, которую они заняли. Речь про Харьковскую область. Довольно, на мой взгляд, здравая оценка. Но мы с вами об этом уже неоднократно говорили, что 2024 год это, конечно, год от обороны. Что в войне на истощение территории не имеет ключевого значения. Ключевое значение имеет истощение сил врага. Другое дело, что мне кажется, что ровно так сейчас и воюет Украина. Я буквально эту тактику и вижу. И воюют довольно-таки успешно. Что касается серой зоны, много мне вопросов тоже поступает. Тем больше, там, Путин. Я, извините, не хочу отдельно про Путина говорить. Потому что, ну, правда, я не понимаю вот этого человека. Двадцать с половиной года. Какие два с половиной года? Двадцать три года? Ну, просто, просто постоянно врет. Врет вам, врет мне, врет всем. Рассказывал, что не будет нападать на территорию Украины. Рассказывал, что не будет брать Крым. Захватывать. Рассказывал, что ни на кого не будет нападать. Ну, то есть, постоянно врет просто без конца. И зачем обсуждать его высказывания? Зачем обращать на них внимание? Кроме, там, если в них есть что-то интересное. Не знаю. Я так посмотрел. По-первых, не вижу. Некоторые просили отдельный ролик сделать. Как-то разобрать. Ну, что, Владимир Путин в очередной раз лег под Китай. Вот, типа, ножки расставил. И Китай делает, что хочет. Ну, вот так это для меня выглядит. И все. Я могу эту мысль растянуть на 20 минут, но пока не вижу в этом необходимости. Так вот. Значит, санитарная зона. Многие меня спрашивают, типа, поможет ли, а вот ствольная артиллерия, а вот Харьков, туда-сюда. Слушайте, я не вижу, как это может работать. Да. Вот просто откройте карту. Возьмите линейку. Начните смотреть. Вот, и вы увидите, что на самом деле создание вот этой якобы санитарной зоны, да, вглубь на от 5 до 10 километров вообще никак ни на что не повлияет. Да, то есть возможности добивать до Белгорода все равно будут. Возможности добивать до Харькова ствольной артиллерии не вижу я пока, чтобы они были, да. Для этого нужно пойти чуть дальше. Ну, и более того, опять же, да, это будет серая зона, это не будет зона под контролем России. Потому что даже если Россия захватит Волчанской липцией, по ним просто будет прилетать каждый день огромное количество дронов и всего. То есть там не позволят россиянам закрепиться надежно, чтобы те себя комфортно чувствовали. Поэтому, не знаю, мне изначально кажется, идея серой зоны это какая-то жижа, вот, и поэтому никто не рассматривает ее как основной план России на этом направлении. Основной план рассматривает как оттягивание именно украинских войск, хотя, как видите, сейчас оттягиваются в большей степени российские войска. Ну, и что касается всей войны в целом, Майкл Коффман и Роберт Ли, как их любят называть, по крайней мере, Руслан Левиев, рок-звезды от военной аналитики опубликовали на заметку в New York Times, где описали свое понимание войны прямо здесь и сейчас. Она довольно интересна, не без, на мой взгляд, не без спорных высказываний, про которых мы качнемся отдельно, но в целом с довольно понятной мне, по крайней мере, оценкой и анализом, по большей части, с которым я согласен. Вот что, и так вот, что совместно написали Майкл Коффман и Роберт Ли. Украину ждет трудный год, но если страна сможет противостоять России на фронте, то в 2025 году окно возможностей, которым сейчас воспользовалась Москва, скорее всего, закроется, приводят их слова издания агентства. В частности, в следующем году Россия может начать испытывать нехватку техники. Ведущие западные военные аналитики Робли и Майкл Коффман, которые регулярно ездят в Украину, выпустили эту самую колонку, и в ней они анализируют, как изменилась ситуация на фронте после того, как Россия открыла новый фронт в Харьковской области. Положение на фронте они называют серьезным. Начав наступление, российские войска быстро преодолели границу и продвинулись на несколько километров вперед. При этом России пока не удалось выйти на главную линию обороны к востоку от Харькова, отмечают эксперты. Аналитики считают, что с помощью нового фронта российские военные хотят отвлечь силы ВСУ от других участков фронта. Цель России — не взять Харьков, а угрожать ему, в том числе артиллерии, пишут эксперты. Таким образом, Россия может облегчить себе захват оставшейся части Донецкой области, что, по мнению экспертов, считает основным направлением. Приоритетом же для Украины сейчас стала стабилизация линий фронта и предотвращение крупного прорыва, пишут эксперты. ВСУ продолжает страдать от накопившихся с прошлого года проблем, в том числе от нехватки боеприпасов, военных и укреплений. Несмотря на недавнее выделение помощи Киеву, Конгрессам США ситуация станет еще хуже, прежде чем улучшится, отмечают Ли и Коффман. За весну ВСУ удалось улучшить свою линию укреплений. Американская помощь должна сократить снарядный голод. Но проблемы нехватки личного состава продолжают усугубляться. И потребуется месяц, чтобы улучшить ситуацию. Потребуется месяц, и подчеркивают эксперты. Россия, напротив, смогла справиться с нехваткой кадров и набирает около 30 тысяч новых контрактников в месяц. Эти военные, многим из которых за 40, вряд ли станут идеальными солдатами. Но это дает России количественное преимущество, пишут аналитики. Вот это, наверное, самый спорный момент. Потому что почему все продолжают повторять эту цифру в 30 тысяч в месяц, я не знаю. На мой взгляд, она как была ерундой, так и осталась. Мы этого не видим, мы не видим таких пополнений, мы не видим такой подготовки такого количества солдат. Мы видим, что ценники на первичную выплату продолжают повышаться. А это значит, что по текущим параметрам не готовы люди идти масса. Вот, поэтому, на мой взгляд, вот эта история про 30 тысяч в месяц как была ерундой, так и осталась ерундой. Собственно, CIT придерживается того же мнения. Недавно важные истории выпускали, подробный разбор этого тоже, откуда брались в прошлом году эти цифры. И почему, на самом деле, они не имеют ничего общего с реальностью. Вот, поэтому, не знаю, я так понимаю, что Коффман и Роберт Ли, они общаются с украинскими военными. И в украинских военных кругах это мейнстримная гипотеза, что вот Россия там по 30 тысяч в месяц нанимает. Мне кажется, это абсолютной чушью. Однако преимущество в количестве военных, пишут Коффманы Ли, не обязательно станет решающим, подчеркивают они. Качество сил и потери среди командований ограничивают способность России проводить полномасштабные операции. Поэтому пока российским военным не удается превратить наступление в прорыв. Если в течение 2024 года Украина сможет противостоять России и сможет сделать так, чтобы достижения российских войск были незначительными, то к следующему году окно возможностей Москвы закроется, считают эксперты. Речь идет не только о получении западных вооружений, но и создании эффективного командования, решении проблемы нехватки личного состава и создания более надежных линий обороны, заключают они. Россия, в свою очередь, начнет испытывать нехватку техники, которая в этом году активно забирается с кладов, отмечают Майкл Коффман и Роберт Ли. Довольно интересный анализ. Ну как, знаете, меня смущает, что он во многом сходится с тем, о чем мы с вами неоднократно говорили. Я вообще, на самом деле, стараюсь искать и читать и находить анализы, которые наоборот противоречат. Но, к сожалению, типа вот таких серьезных анализов я не видел. Я видел несколько армейских статей западных изданий, которые, ну как бы, я не знаю, ну, журналисты такие журналисты, честно говоря. Вот, то есть, я вообще знаю довольно много людей, ко мне тоже, ну вот как наступление на Харьков началось, на Харьковскую область, ко мне тоже несколько людей пришли, такие, типа Майкл, ну вот, наступление на Харьков, тыры-пыры. И, как бы, когда начинаешь им показывать карту, рассказывать, как там все это устроено, где линия обороны, да, какое количество, ну, видно, что люди просто выключались на долгое время из понимания войны или не включались вовсе, и пытаются ориентироваться, вот просто они видят там, типа, идут российские войска, что-то они там захватили, они все такие, а, караул, все, война проиграна. Что я могу сказать? Не будьте, пожалуйста, такими, если, смотрите, вы имеете право на любую позицию мнения, вы не обязаны каждый день знакомиться с тем, что происходит на войне, вы не обязаны смотреть все сводки и несводки, видео на этом канале и так далее, хотя мне, кажется, было бы полезно. Но, если вы, соответственно, не приложили каких-то усилий для того, чтобы разобраться, да, хотя бы минимальных, вы можете перейти к любому выводу, но просто, типа, сам факт, что вы вот там взяли карту, посмотрели, посмотрели видеозаписи, да, которые публикуются, данные объективного контроля, я большую часть из них не публикую, потому что там вообще мясо вообще в Харьковской области, там каждый день публикуется и видео с убитыми российскими снайперами, с уничтожением, вот там перед сводкой я посмотрел видео, как с бросами просто 10 человек, вот россияне шли, как они уже, видимо, привыкли в Харьковской области, просто по полю вот так вот идут, 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 их замечают дроноводы и начинают просто уничтожать, и все, все 10 мертвых. Вот, в общем, такого много, но показывать я это, во-первых, не могу, во-вторых, ну, на Ютубе, во-вторых, это специфическая история, не всем важно, это там, мне кажется, что у меня давно крышек, наверное, поехал, потому что я там каждый день смотрю на убийства десятков человек, буквально, не лично, конечно, но на видеозаписях. Короче, я это все к чему? К тому, что вы имеете полное право во все это не погружаться, но тогда не надо разгонять этот алармизм, да, если у вас вот хочется высказаться, хочется что-то, ну, вы сначала посмотрите, может быть, вы придете к такому же выводу, может быть, вы тоже придете к выводу, что все вообще швак, труба, караул, но вы хотя бы приложите усилия для того, чтобы немного разобраться, потому что, к сожалению, вот этот фон панический, который создается, это, наверное, один из главных врагов на самом деле, потому что Россия, на мой взгляд, проводит информационно-военную операцию в Харьковской области, и вот сейчас уже, я, по крайней мере, констатирую, что не получилось, но на второй день этой операции, ну, панических настроений было много, и было ощущение, что это может для России сработать, да, вот именно такая информационная операция, которая посеет много-много паники. Сейчас как-то подуспокоились, все увидели, что Россия дальше не двигается особо, и, значит, паники я большой на данном этапе не вижу, по крайней мере, в украинском пространстве, оно в этом смысле самое важное, да, ну, там на Западе что-то там люди, как всегда, потом поймут, что происходит, вот. Вот, поэтому будьте, пожалуйста, аккуратнее, надо понимать, что в современном мире информация, ее распространение и эмоция, с которой вы ее распространите, тоже имеет серьезное значение. В Казахстане неприятная новость, оттуда пришла российские военные, задержали контрактника, который пытался избежать отправки на войну в Украину. 23-летний Камиль Касимов уехал в Казахстан в июне 23-го года и поселился в Астане. Вместе с ним жил его брат Рашид. Камиля задержали 23 апреля в Астане, но стало известно об этом только сейчас. спишет казахская служба радио «Свобода». Ну, там как стало известно только сейчас, там, на самом деле, известно стало чуть раньше, просто не хотели поднимать шум, потому что пытались как-то все решить в таком, в ином порядке. К Касимову пришли четверо неизвестных сотрудников, потребовали, чтобы он проехал с ними. Мужчина смог позвонить брату и сказал, что россияне везут его в город Приозерск, в Карагандинской области, где находится российская военная часть. Сейчас никакой связи с Камилем Касимовым нет. Мы видим, что все чаще российские военные пытаются похищать людей в тех странах, где есть российские военные базы, даже если сами страны не выдают России людей. То же самое было с Арменией, теперь это с Казахстаном. Очень хочется, чтобы местные власти обратили на это внимание, пресекли это и помогли просто спасти жизнь человеку. Человеку, который не стал убийцей, не стал оккупантом, не стал фашистом, потому что в Казахстане и в Армении до сих пор остается довольно много российских дезертиров, так как не то чтобы у них много средств к существованию, и основная проблема, это проблема у них с документами. То есть сейчас идут процессы, попытки, скажем так, решить эти проблемы, но идут не очень хорошо. В общем, обратите на это внимание, если вы в Казахстане, обратите на это внимание, значит, людей, властей, соседей и всех остальных, потому что фактически Россия занимается похищениями на территорию Казахстана. Казахстан суверенное государство, не является вассалом России, и, надеюсь, и не станет. Поэтому очень важно, собственно, пресекать такие истории, потому что в случае успеха они будут масштабированы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова